Казахстан Я много раз говорю, что Казахстан это наша страна, это не Назарбаева страна, он не собственник этой страны, он не правитель. Он в свое время был в советское время первым руководителем и автоматически стал руководителем страны и фальсифицировал выборы. Он сейчас человек, захвативший власть в стране, и эта страна ему не принадлежит. У меня много раз была возможность уехать из страны, я думал об этом, честно скажу, много раз. Я хотел плюнуть и уехать, вообще не жить в такой поганой стране, как я себе говорил, которая грабит, давит, мучает людей. Сколько я пытался бороться, но не было массовой поддержки, была ситуация, когда я думал уже уехать. Но потом я себе сказал так, не я должен уехать, он должен. Не я должен сидеть в тюрьме, он должен сидеть в тюрьме, он преступник, это моя страна. И поэтому я не ориентируюсь ни на такие западные силы, я ориентируюсь на то, что это моя страна, не Назарбаева, и я смогу вместе со своим народом навести порядок и построить сильную, крутую страну, не хуже, чем в США или в Западной Европе. Мы это можем сделать, и это делали многие народы. И поэтому это моя главная цель, это моя мотивация, мне не нужен ни Запад, никто. Мне нужна поддержка народа. И вот то, что, смотрите, находясь вдалеке, я сумел найти сторонника в вас, в сети, я сумел найти сторонника по всей стране. Я убежден, что мы теперь в этом году в состоянии собрать миллион, потому что вы все думаете так же, как и я. Вы хотите перемен, вы хотите изменений, вы хотите справедливую страну. И мы все обедены этой целью. Нам не нужны никакие картики ДВК, никакие его обещания, которым никто не верит. Мы хотим свободную, сильную страну. Это главное. Нам не нужен никто, ни Запад, ни Китай, ни Путин. Мы не должны никого бояться. Вот чего мы должны делать. Мы должны изменить страну, и мы можем это сделать. Правда.